Шалом из Израиля! Надеюсь, у вас прекрасное настроение. Если нет, то после нашей учёбы обязательно вы почувствуете, как ваша душа радуется. Дай Бог, мы продолжаем изучать Перкеа Вод по учению отцов, и мы остановились на 8 Мишне в 1 главе. Мы помним, что перед тем, как изучать Перкеа Вод, мы говорим фразу «У всего народа Израиля из Дори в грядущем мире, как сказано народ, твой все праведники навсегда унаследуют землю, они посажены мною росток творения рук моих, которым гордиться буду». О том, почему мы говорим эту фразу вначале и что она означает, мы говорили в нашем первом уроке из цикла наших видео изучения Перкеа Вод. И мы продолжаем. 8 Мишна. Юда Бентабай и Шимон Бен Шатах получили Тору от них. Юда Бентабай говорит «Не уподобляйся защитнику в суде. Когда ты судишь, участники тяжу предстанут перед тобой, смотри на них так, как будто оба виновны. Когда же уходят они, смотри на них так, как будто оба невиновны. Если приняли они решение судья, что это значит? Судья не должен уподобляться адвокату, который дает своим подопечным указания. Тут отвечай так или так, он не должен превращаться в адвоката и судить вот из личного опыта. Вот, у меня уже был такой опыт, сейчас я вот так сделаю. Нет. Смотри на них так, как будто оба виновны. Отнесись беспристрастно к обеим сторонам, не допуская мысли о том, что этот человек важная персона, он не станет лгать. Соблюдай полную объективность, не додумывай. Когда они уйдут, смотри на них так, как будто оба невиновны. Вполне возможно, что обе стороны действительно уверены в своей правоте. Но даже если один из участников очевидным образом лужет, нельзя исключить вероятность того, что он рассказался и больше не собирается так поступать до конца жизни. Может быть, у него не хватает денег, чтобы расплатиться, и поэтому он отрицает обвинение, намереваясь заплатить при первой же возможности. В общем, эта Мишна относится к судьям с напоминанием о том, что, пожалуйста, судите справедливо. И на самом деле, да, как сказано, когда они уйдут, смотри на них так, будто они невиновны. Перестань их осуждать и там докручивать себе и все. Дальше, девятое. Шимон бен Шатах говорит, тщательно расспрашивай свидетелей и будь осторожен в своих речах, чтобы они, участники тяжбы и свидетелей, не вывели из них, как следует лгать. Шимон бен Шатах, при жизни возглавлявший Сингедрин, некий Саддуке убедил царя Яная уничтожить всех мудрецов, поскольку они не признавали царя и священником. Когда Янай спросил Саддуке, что же останется от Торы, если погубить всех мудрецов, он ответил, вон, свиток Торы, он обернут по кровам и стоит в углу, всякий, кто пожелает его изучать, может прийти и почитать его, то есть, как будто бы мудрецы нам не нужны. Царица Саломея Александра спасла жизнь своему брату Шимону бен Шатаху, спрятав его от убийц, посланных ее мужем. На какое-то время Саддуке захотели власть в Санедрине и приняли ряд законов, подражающих законодательству соседних государств. Однако, выйдя из укрытия, Шимон бен Шатах постепенно восстановил свое влияние на Санедрин и вернул уважение к законам Торы. Он принял много важных постановлений, в частности, закон о том, что каждый отец обязан отдавать своих детей учиться, и о том, что разведенная женщина может получить сумму, положенную ей по Ктубе, а из денег, вырученных от продажи имущества ее бывшего мужа. Он также прославился искоренением колдовства в Ашкелоне. Ученики раби Шимона однажды нашли драгоценный камень, висевший на шею осла, купленного их учителем у араба. Раби Шимон сказал им, я купил осла, а не драгоценный камень, и возвратил его арабу, который воскликнул, благословен Господь Бог Шимона бен Шатаха. В общем, это такая информационная справка про Шимона бен Шатаха. Он сказал, тщательно расспрашивая свидетелей. Согласно Талмуду, Йоханн бен Закай однажды допрашивал свидетелей, утверждавших, что они видели некое происшествие под фиговым деревом. Он спросил, были ствол дерева толстым или тонким, были ли планды и джиробелыми или черными. В Ирсалисском Талмуде говорится, когда Рагуна видел, что показания двух свидетелей одинаковы, он подозревал обоих в же свидетельстве и допрашивал их дольше обычного. Быстро следует один за другим, быстро задавая вопросы, чтобы у него не было времени на обывание и придумывай. В противном случае свидетель получит время на раздумье и благодаря этому придумает, как солгать. Кроме того, ты должен задавать множество вопросов, перемежая вопросы по делу такими, какие с делом почти не связаны, чтобы истец, ответчики, свидетели потеряли бдительность. То есть тут такой вопрос по делу, тут вообще там о его семье, тут про это, то есть такие вопросы, чтобы он потерял бдительность. Ну и здесь понятно, это тоже касается судей, будь осторожен в своих речах, не намекая, чтобы как бы лучше они ответили и так далее. Знаете, иногда мы можем поставить вопрос под таким углом, как бы уже давая заранее ответ. Десятое. Шмайя и Автальон получили тур от них. Ихшмайя говорит, любить труд, ненавидь власть и не сближайся с власть придержащими. Любить труд, не говори о высшей всякой работы. Адам, мы знаем, что первый человек, который был создан Всевышний, Адам, он получил наказание за то, что он совершил первый грех. В поте лица своего будешь зарабатывать на жизнь, на хлеб, будешь трудиться. Более того, выполняя эту заповедь, работать — это заповедь. Всевышний повелел ему работать, зарабатывать на жизнь. И поэтому мы все работаем, зарабатываем себе на жизнь. И нужно к этому относиться так, как я выполняю то, что хочет Всевышний. Любить труд как таковой и не уподобляйся тем, кто презирает работу и хочет лишь плату за неё. Мы знаем, что тот, кто любит свою работу, он производит самые лучшие товары. Вот прям по ним видно, вау, он влюблён в свою работу, любит. Поэтому нужно любить свою работу или найти, значит, ту работу, которую вы полюбите. Многие мудрецы, упомянутые в Мишне, занимались тяжким трудом. Были гузнецами, сапожниками и так далее. Они трудились и зарабатывали на жизнь, хотя вполне могли жить на пожертвование. Раби Добро Злебаевич описал своим хасидам, убеждая их приобретать землю и возделывать её. Не презирайте этот труд, не дай Бог. Ведь на нашей земле, говорит Сырель, все мы работали на полях и виноградниках. Чем же мы отличаемся от наших предков? В этом наша миссия. Даже если твоё материальное положение благополучно, работать всё равно необходимо. Потому что, согласно Талмуду, праздность ведёт к безумию. Кроме того, когда придётся работать, ты уже не сможешь это делать, поскольку привыкнешь к безделью. Всегда работать. И нельзя, да, как говорят, всё, человек как бы постарел, надо на пенсию. Даже выйдя на пенсию, не сидеть сложа руки. Мы идём на молитву, мы работаем. Где пользу могу здесь принести? Где с внуками помочь? Где тут-тут-тут-тут? Всегда быть в работе, в движении. Это и есть жизнь, вот эта активность и энергия. Дальше написано, мы уже прочитали, что ненавидь власть. Вопрос. Человеку не следует добиваться власти по собственной инициативе. Согласно Медражму или Эта Мишна обращена к руководителю общины, который должен относиться к своему положению, как к обычной работе. То есть, не я тут и бояться за свою власть и стремиться к ней. Ты на своём рабочем месте, всё нормально. Слова «люби свой труд» в этом случае следует понимать так. Хорошо, если ты любишь свою работу. Именно работу, которую должен выполнять как человек, обладающий властью. Однако ненавидь власть, то есть внешний престиж и необходимость контролировать других людей, которые сопровождают твои обязанности. Одного выдающегося человека однажды избрали руководителем общины. Когда он сказал своему наставнику Рэба «я совсем не жажду власти», тот ответил «кому же следует руководить? Тому, кто жаждет власти? Ты хочешь, чтобы тот, кто жаждет власти, руководил? Лучше руководить ты тот, кто не жаждет власти». Не сближайся с властью придержащими. Не сближайся с ними с намерением занять какую-то руководящуюся должность. То есть, вот я сейчас с ними подружусь, и вот сейчас меня изберут тогда, и это как-то повлияет. Не надо с этими целями ни с кем дружить. Сближаясь с властями, человек становится рабом своего стремления угодить им. Мы начинаем уже подстраиваться под них, угождать и так далее. Его моральные ценности могут пошатнуться, поскольку он станет действовать, руководясь только своим желанием добиться их благоволения и подняться по политической лестнице, говорит Рамбам. Приняв его иго власть придержащих, он в конце концов отринет бремя небес и исполнение Торы. Он утратит способность делать то, чего требует властелин. Рамбам и Бертинера приводят пример Эдамитянина Дойга, который из-за близких отношений с царем Шаулем и желания подольститься к нему сообщил, что Эхимелых из города Ново предоставил убежище Давиду. Это привело к трагедии и разрушению Ново. Не сближайся с ними. Иногда руководителю общины необходимо тесно общаться с власть придержащими, чтобы иметь возможность действовать на благо своего народа. Мы знаем, что очень многие раввины дружат с мэрами, с какими-то политическими действующими лицами, потому что таким образом, когда выстраиваются дружеские отношения, это помогает общине строить какие-то здания, получать, может быть, какие-то привилегии. Такой человек может считать ниже своего достоинства следование принципа ученика Шмаи, призывавшего любить всех людей. Он может даже утверждать, что такие отношения с людьми повредят его связи с властями, нанеся ущерб его влиянию и способности поддерживать общину. Поэтому Шмаи предупреждает, чтобы руководитель общины не слишком сближался с властью придержащими, не привязываться к ним. Если уж тесные отношения с властями необходимы, то их следует поддерживать неохотно, то есть надо, без лишней страсти. Руководитель общины должен понимать, что необходимость политических связей – это временное условие жизни в диаспоре, а не то, к чему нужно привыкать навсегда. Одиннадцатая Мишна. Автальон говорит, мудрецы, будьте осторожны в речах своих, вдруг осудят вас на изгнании и окажетесь вы там, где дурная вода, то есть там, где распространены еретические взгляды. И напьются ученики, идущие за вами, и умрут, и будет имя небес осквернено. Будьте осторожны в речах своих, обращаясь к толпе, убедитесь, что ваши слова не будут истолкованы превратно. Ведь если среди ваших служителей окажутся нечестивые люди, они исказят ваши слова, чтобы подтвердить свои собственные излишнения перед вашими учениками, которые таким образом напьются скверной воды и умрут духовной смертью, приведя к осквернению имени Всевышнего. То есть, как раньше, например, когда Рэбе мог выступать, и были всяческие там шпионы, которые прям пословно смотрели, что он там скажет, что это будет означать, и могли использовать это же против обвинения на Рэбе, или же использовать это, что еще хуже, для ассимилировавшихся евреев или которые сомневаются, и не могли использовать, а вот Рэбе говорил вот так-то, то есть надо очень аккуратно следить. Однако, это не значит, что нужно молчать. Напротив, даже если ты имеешь дело с людьми, способными исказить твои слова, ты должен продолжать учить их Тори, но с осторожностью, просто помнить об этом. Вдруг осудят вас на изгнании. Здесь речь не идет о мудреце, который отправляется в изгнание ради выполнения заповедей. Такой преподаватель не должен беспокоиться о неверном истолковании его слов в изгнании, ибо соблюдающий заповедь не познает зла. То есть, когда мы распространяем имя Всевышнего, прославляем его, нам можно не бояться, что кто-то не так растолкует. Почему? Потому что мы прославляем имя Всевышнего. Всевышний нас как будто бы заранее защищает, и сказано, соблюдающий заповедь не познает зла. Даже если в вашем городе нет ни одного еретика, следует иметь в виду, что вас могут отправить в изгнание туда, где живут люди, неверно истолковывающие слова Тори. И даже если это маловероятно, об этом необходимо думать, потому что речь идет о возможности осквернения имени Всевышнего. И будет имя небес осквернено, как это случилось с Антигносом, увещевающим в свое поколение служить Богу, не думая о награде. Саддуки исказили его слова, подкрепляя ими отрицание концепции награды и наказания. Они говорили, значит, у вас нет ни награды, ни наказания, в чем тогда весь этот смысл и так далее. В Медраж Мойль предлагаются такие альтернативные интерпретации. Будьте осторожны в речах своих, удостоверьтесь тем, что вы сами живете в соответствии с вашим высказыванием, прежде чем учить других. Прости себя, я вообще соответствую этому, а то, что я говорю, я этим живу. Иначе, если человек сам так не делает, а других учит, как жить и рассказывает, люди поймут, что это неправда, это не то, не примут это. Или же ученики будут вести себя так же, но напитываясь как бы вашими словами. Не думайте, что слова мудрецов, то есть постановления и раввинов, предназначенные для ограждения законов Торы, относятся только к неграмотным массам. Напротив, сказано, мудрецы, будьте осторожны в речах своих. Даже мудрецы должны подчиняться этим постановлениям, так как им тоже нужна защита от возможности нарушить законы Торы. Если сами мудрецы будут пренебрегать этими постановлениями, один грех повлечет за собой другой, и в конце концов они впадут за предвешение, за которое полагается наказание изгнаниями. Да, мы остановились на 12-й мишне, и мы продолжим в следующий раз. Как по мне, у нас неплохой темп, надеюсь, было интересно, и ждем следующих выпусков. До завтра!